Китай сейчас достиг максимума того, что он может купить в России в плане нефти и отказывается получать больше газа из России. Причины очень веские, то есть он не хочет этот газ из России, но вы посмотрите причины. Причина номер один – они сводят свой газовый баланс на много лет вперед без вот этого дополнительного российского газа. Второе. Представим себе чудо. Они согласились с проектом с Ямальского полуострова. Идет «Сила Сибири-2» через Монголию, в Китай. Пусть он нереальный проект, но согласились. Подождите, они не согласились, я правильно вас говорю? Баланс газа в Китае. Потребуется ему этот газ через такой срок или не потребуется? Суть всего, совершенно не потребуется. И в мире вот на эту перспективу такие планы расширения мощности по производству сжиженного природного газа, что обеспечат всю планету совершенно спокойно без России. То есть вот Китаю это не нужно. А потом, если учесть, что Китай всегда отказывался зависеть от монголов как транзитной страны, то зачем ему такая труба? И главное, вот очень мне нравится этот довод, четвертый или даже пятый, когда они послушали, что говорит Путин об этом газопроводе. Вот он несколько раз выступал еще с 2002 года. У него были идеи соединить западные и восточные сети газопроводов. Тогда еще и не было на Востоке газопроводов таких. А потом, как он сказал, перебрасывать потоки газа с Европы на Азию и с Азии на Европу там, где нам будет это выгодно. И вот он приходит к китайскому руководителю и говорит, дорогой Си, мы вот тут планируем тебе газ поставлять по новой трубе, но мы будем вот его тебе отключать, если в Европе цена будет выше и нам там будет выгоднее. А ты тут у нас будешь вместо буфера такого, подушки энергетической, экономической безопасности, и как вот китайцы согласятся с ролью подушки, пешки, там вот этой буфера для геополитических планов Путина? Да нет, конечно, им совершенно не нужен этот газопровод «Сила Сибири-2». Ну, иными словами, «Сила Сибири-2» это такая химера, да, которая периодически словесно, в словесной форме возникает в речах Путина или других российских руководителей, но на самом деле едва ли реализуемый проект. Я правильно вас понял? Да, это с точки зрения экспорта в Китай это абсолютная химера, но я предполагаю, что трубу начнут строить, потому что, во-первых, «Газпром» начал строить магистральный газопровод от первой силы Сибири на восток для соединения с Хабаровском, а там он вольется в трассу Сахалин-Хабаровск-Ладивосток, там с китайцами уже достигнута договоренность, что когда-то будет осуществление контракта еще на 10 миллиардов кубометров в год, и уже там договоренность о том, чтобы вот этот газопровод в двух местах через китайскую границу перебросить. Но там, во-первых, газа достаточно нет на Сахалине, чтобы это все дополнять, и поэтому строится такая перемычка. Но газа-то и в силе Сибири-1 тоже недостаточно, потому что, ну, я об этом писал, вот специалисты об этом говорили, что просчитались с запасами на тех месторождениях, которые питают силу Сибири-1. И что на срок контракта, на 30 лет, вот этих газов не хватит, чтобы выполнять условия контракта. Значит, туда надо тоже тянуть, вот чтобы эти два контракта, силы Сибири-1, и плюс этот дальневосточный маршрут, чтобы наполнить газом, нужно подать газ с Ябальского полуострова. И поэтому «Газпром», судя по всему, он все-таки, несмотря на отсутствие денег, вот денежных потоков операционных, ему недостаточно, чтобы инвестиционные проекты затевать. Но он затеял вот первую часть этого проекта, магистральную, до Хабаровска, и, скорее всего, начнет еще строить что-то с Ямала, потому что надо спасать те два контракта. Они не приносят выгоды России, потому что по ценам, по которым китайцы покупают там газ, ну это, во-первых, сейчас в два раза дешевле, чем газ продается российский в Европе, еще продает свой кому. А во-вторых, эти цены не покрывают даже операционных издержек, вот по добыче, по транспортировке этого газа, по подготовке к экспорту на газоперерабатывающем заводе в Амурской области. Они, конечно, уж не покрывают те 77 миллиардов долларов капитальных вложений в этот проект силы Сибири, который «Газпром» никогда не возместит. То есть российское население через бюджет российский, через «Газпром» субсидирует китайцев по цене газа. Они покупают сейчас газ гораздо дешевле по этой силе Сибири, потому что это все не покрывает расходов. Там все эти деньги, они давным-давно потрачены, они давным-давно в кармане подрядчиков, которые строили все это хозяйство. Это надувание щек, это не коммерческий проект. Об этом говорили представители Министерства энергетики на заседании в Думе еще, когда, честно, было сказано, «Сила Сибири» – это не коммерческий проект. Но это надувание щек российским руководствам. Надо же, мы открыли еще один маршрут экспорта российского газа в восточном направлении. Михаил Иванович, извините, ради бога, но возникает тогда вопрос, что этот проект, если он не коммерческий, значит, он либо политический, либо коррупционный. Потому что вы же сами сказали, есть подрядчики, и вложение в строительство этого газопровода, я так понимаю, это «Газпромовские же деньги», так, конвертируется в какие-то деньги подрядчиков. Я так подозреваю, что это непростые подрядчики. Так это со всеми мегапроектами «Газпрома» так и получается. Но вот раньше были компании, которые принадлежали в основном Ротенбергу, Тимченко, там были вот еще несколько товарищей, которые, у них были компании, которые строили газопроводы для «Газпрома». Когда они получили более чем достаточно денег вот за эти проекты, и за дальневосточную трубу, там Сахалин, Хабаровск, Владивосток, и за силу Сибири, и за газотранспортный коридор с Ямала до Торшка и дальше вот к Балтике, когда они все это получили, они своей компанией продали «Газпрому» за очень хорошую сумму и спокойно на этом успокоились. Теперь к ним претензии никак. Два раза заработали. Сначала на строительстве газопроводов, а потом на продаже своих компаний «Газпрому». Так что ли? Да, да. И потом еще вот по подсчетам моих коллег-наблюдателей за «Газпромом», сметы на строительство обычно раза в два, в три превышали сметы на такой же прокладку таких же аналогичных труб в любой другой стране. Поэтому они еще заработали на… Ну, понятно, как зарабатывали. То есть речь идет о десятках миллиардов долларов, я так понимаю. Разумеется. Вот посмотрите сейчас. «Газпром», он у нас в отрицательной зоне сейчас. У него такие убытки, что он не может платить дивиденды. Акции его из-за этого падают вниз. Вот падают просто. Не просто не вниз, а падают. И тем не менее «Газпром» получает в этом году из фонда национального благосостояния 300 миллиардов рублей на что? На проект в Усть-Луге. Там он затеял проект по сжижению природного газа и по газохимии. Проект бредовый абсолютно. Там нет ни технологий, ни подрядчиков, ни технологических решений, которые могут быть. Вот он сейчас замораживает этот проект. А деньги-то он получил от всего населения России. Он получил деньги на это. Если раньше он ограничивался тем, что он, в общем-то, свои деньги тратил на инвестиционную программу свою, то сейчас уже присосался к кормушке общегосударственной. Он постепенно будет опустошать вот этот фонд. Если ему не хватит денег на строительство «Силы Сибири-2» с Ямала, то, конечно, он залезет в фонд национального благосостояния и будет его быстро... Я вот всегда говорил, что те же самые украинцы, они должны молиться на Путина и на «Газпром», которые опустошают российские финансы на некоммерческие проекты надувания ящек, сокращая возможности по финансированию войны. Михаил Иванович, а вот скажите, пожалуйста, такой неизбежный вопрос, который, я думаю, вам задают едва ли не каждый день. Как работают санкции и работают ли они? Санкции сейчас работают плохо, потому что, ну, во-первых, сначала они очень хорошо работали, даже когда потолок ввели 5 декабря 2022 года, то за первый месяц действия санкций нефтегазовые доходы России сократились на 47%. В следующем месяце там было 45%, потом 42%, потом постепенно они стали сокращаться, и в России нашли возможности с этими санкциями, с потолком цен на нефть бороться, обходить их. Во-первых, махинациями с ценами, то есть первая цена продажная объявляется, в танкер загружается нефть, объявляется низкой, затем ее несколько раз перепродают с выгодой, и там уже по более или менее нормальной цене поставляют в ту же самую Индию, со скидкой, чтобы те брали, а не покупали, чтобы перебить нефть из Персидского залива. А потом правительство немножко подсуетилось, оно осознало, что вот излишек денег, маржа вот эта, она в Россию не возвращается и не финансирует войну. Ее накапливают на своих зарубежных счетах вот эти посредники, те же нефтяные компании, все. Они ввели виртуальную цену, что это такое? Они сказали, о, не будем теперь брать деньги за вот с той цены, которую вы продаете в первый раз, а будем брать с цены, ну вот скажем, цена нефти марки Брент, она всем в мире известна, каждый день, каждую секунду, и от нее отсчитывать вот постоянную скидку. Вот с этой цены и будем брать теперь деньги. Это помогло повысить несколько нефтегазовые доходы федерального бюджета, но там все равно есть пробелы, есть провалы. Санкции работают, но гораздо хуже, чем могли бы. Хуже они работают еще и потому, что вот те же американцы, которые следят за этими санкциями, за потолком, у них просто людей нет, чтобы все это отслеживать. Вот они наложили санкции на 40 с лишним танкеров, которые участвовали в схемах реализации нефти сверх потолка цен. И танкеры, вроде большинства этих танкеров, не могут больше доставлять российскую нефть. Ну там же сотни танкеров заняты. Вот где вы найдете столько администраторов этих санкций в Соединенных Штатах, чтобы они отслеживали каждую поставку, выявляли нарушения, доказывали нарушения, а потом наказывали виновных. Вот я не знаю, какие полчища чиновников должны вот за этим, за всем следить, какие документы они с кого должны собирать. Ну просто силы не хватает, чтобы с этим всем покончить. Вот сейчас немножко заработали вторичные так называемые санкции. То есть американцы пригрозили покупателям, и не только покупателям, а банкам, которые проводят вот плату за российскую нефть. И мы видим теперь госпожа Набиулина, она стала жаловаться на то, что вот вроде бы Россия ведет экспорт, а оплата за экспортные товары начинает либо срываться эта оплата, либо деньги с большим-большим опозданием поступают. Вот китайские банки, большинство китайских банков, часть индийских банков, часть турецких банков в Эмиратах отказываются обслуживать вот такие сделки с российской нефтью, с нефтепродуктами под предлогом того, что их накажут американцы. Могут наказать, это еще не наказание, это угроза этого наказания. И поэтому вот очень сильно затрудняются операции по оплате российского экспорта. Неужели китайцы откажутся покупать российскую нефть из-за вторичных санкций? Нет, они не отказались пока покупать. Судя по всему, вот китайцы... Неужели могут отказаться, если, скажем, в рамках вторичных санкций начнут американцы наказывать китайские банки? Никто не начинает наказывать. Вот нет ни одного банка, который наказали. Но сама угроза наказания заставляет китайские банки капризничать и отказываться от обслуживания таких сделок. А китайцы, судя по всему, достигли максимума того объема нефти, который они собираются брать из России. Во-первых, это действительно по логистике. Там очень много... Ну, они же по трубе Восточной Сибири, Тихий океан, 80 миллионов тонн в год получают из России. А плюс к этому еще морем. Из Черного моря, из... Ну, с Тихого океана там тоже идет. Только с Сахалиной немножко нефти идет. А так все по той же самой трубе. И вот по логистике, это первое, китайцы достигли какого-то предела. Второе, у китайцев есть стратегия диверсификации поставщиков энергоносителей. И я помню, вот в какие-то периоды на первые места поставщиков вырывались Саудовская Аравия, Россия. А был период Ангола вдруг стала главным поставщиком нефти в Китай. Они следят за этим очень внимательно, чтобы только яйца в одну корзинку не укладывать, и чтобы были разные поставщики. Поэтому там увеличение доли России, оно очень сильно ограничено. То есть мы вправе сказать, скажем так, что как бы не обнимались, не целовались, не трясли друг другу руки Путина и Си во время его недавнего визита путинского в Пекин, Китай всегда будет на первое место ставить собственные интересы. Конечно. Вот мы видим, что провалились. Ну да, там не было представителей «Газпрома». Все поняли, что не будет никакого китайского согласия на новую газовую трубу. Но там были представители таких компаний, как «Роснефть». Там Сечин был. Там был Михельсон из «Новотек». А у «Новотека» два проекта, где участвуют китайские компании по сжижению газа. Два проекта, больших проекта. А Сечин со своей «Роснефтью», он давно-давно пытается китайцев заманить в проект «Восток-Ойл» по добыче нефти, по экспорту ее в азиатском направлении через арктические моря, вот по северному морскому пути. И провалились и те, и другие. То есть и там расширения сотрудничества никакого. И у Сечины ничего не получилось. Были, судя по всему, шли какие-то намеки китайцам на то, чтобы они, может быть, смогли бы заменить южнокорейские компании по производству судов, ледового в том числе класса, для России. Потому что корейцы отказались сотрудничать в результате санкций, и они больше не поставляют. Ну, как в России. Вот там Сечин отчасти командует верфями, компания «Звезда» такая есть на Дальнем Востоке, ну, который выпускает суда. Танкеры, газовозы якобы должна выпускать эту верфь. Как это делается? Это вот на корейских верфях строят куски этих судов больших, отсеки такие, разрезанные как бы сюда поперек. Эти куски доставляют на верфь «Звезда». Там их сваривают вместе. И это считается, что они сделали вот это. А сейчас корейцы отказались это делать. И там все стало. Сейчас Патрушев, он же у нас теперь поможет, как президент к арбонстроению, он корейцев сейчас построит, я чувствую. Да-да-да. Вот это вот такая отверточная сборка корейских судов, которые отказались. То есть вот нету больше. Там стоят пять, вот они спущены уже на воду, пять газовозов, которые предназначены для новотековского проекта. Это «Арктик-СПГ-2», которые они должны возить сжижный природный газ в арктическом исполнении эти суда. В общем, все. Это очень дорогие, это специфические. Больше никому не нужно, только этому проекту. Вот они сделаны, но у них не хватает оборудования, чтобы их завершить строительство. Там не хватает, например, вот французская компания отказалась поставлять туда материалы для мембранного завершения вот этих танков, в которых сжижный природный газ должен перевозиться. Единственная компания в мире, которая в промышленных масштабах делает вот эти материалы для таких резервуаров в танкерах. Она больше не поставляет туда для этих танкеров. Как они без них обойдутся, я не знаю. Не поставляют кое-какое судоходное оборудование. Из-за границы раньше получали. В России этого не делают. И вот суда спущены на воду, а применить их совершенно невозможно. Вот, скажем так, с точки зрения геополитической. У вас вообще какие ощущения по итогам вот этой вот встречи в Верхах, которую Путин провел в Пекине? Нет, нет, нет. Это абсолютно унизительные. Правильные карикатуры говорят, что это ездил российский князь на получение ярлыка на княжение к настоящим руководителям, от кого он зависит, кто может одобрить его дальнейшее пребывание на этом посту. То есть это ужасно унизительный был визит совершенно, даже с пропагандистской точки зрения. Никуда не годится. Там его какая-то тетка встречала в аэропорту. Там половину людей из его антуража просто не подпустили. Даже в автобус не пустили там куда-то поехать, не говоря уже о зале заседания. Того же, по-моему, Шойгу куда-то не пустили. Но там везде было унижение за унижением, абсолютно унижение. Документы, которые были приняты, они, в общем-то, ни о чем все эти документы. Давайте дружить, мы приложим усилия для интенсификации работы по развитию отношений. Значит, ни о чем не договорились. То есть китайцы могут просто без всяких договоренностей диктовать Москве, что ей надо делать, какие решения в Кремле принимать. Россия без Китая уже ничто. Это вассал. Китаю не нужно завоевывать Россию. Абсолютно. Зачем? Мне тут говорили, вот китайцы, они получат, скажем, доступ к нефтяным и газовым проектам в России. А зачем? Пусть нефтяные газы добывают российские компании, вкладывают в это деньги, там ведут работу. А китайцы по дешевке все это получат, потому что Путин им все будет это отправлять. Из своих геополитических, якобы, задач, которые перед ним стоят, задача-то сводится к понтам и показухе. Вот мы туда отправили, вот мы тут наладили сотрудничество. А когда глядишь на это сотрудничество, то это сотрудничество неравных сторон. Это есть хозяин и есть слуга. Субтитры сделал DimaTorzok